Приветствуем вас на канале Жизнь рядом, если вам понравится эта история, не забудьте поделиться ею и нажать лайк, это нам очень поможет. Два велосипедиста из Бразилии, Владислав Алькантара и Розилин Янсен, отправились тренироваться даже не подозревая, что эта поездка навсегда изменит их жизнь. День был слишком жарким, и когда они возвращались их сердце ёкнуло, когда они заметили маленькую собачку, брошенную посреди дороги. Брошенный на произвол судьбы бесчеловечными руками и готовый умереть от голода, собака, коричневая такса, сильно истощалась. Слабость его была такова, что он даже не побежал, а просто смотрел на них, словно прося о помощи. Засушливое место, выбранное его бессердечными владельцами, сделало возможность того, что маленькая собачка погибнет в любой момент. Оставшись один в этом негостеприимном месте, от бедного животного остались лишь кости и кожа. К счастью, чудесное появление велосипедистов в нужном месте и в нужное время объединило эту собачку со своими ангелами, и с этого момента они больше никогда не разлучались. Позже они узнали нечто еще более печальное. Судя по всему, этот район очень популярен из-за того, что там постоянно оставляют животных. Ладислав расстегнул молнию на своем рюкзаке для питья, взял собаку и посадил ее внутрь, чтобы отвезти домой. После долгого пути они остановились на несколько минут передохнуть. И в этот момент Ладислав обернулся и сказал очень убежденный и полный эмоций, поскольку у меня нет детей, у меня будет собака. Велосипедисты продолжили свое путешествие и после упорных усилий по пути домой, наконец-то искупали щенка, напоили его и хорошо накормили. После всего, что они вместе пережили, логично, что они его усыновили и назвали Ративи, хотя Ладислав предпочитает называть его Пиланкой. Вскоре эти трое стали неразлучны, с первого момента между ними возникла особенная связь. К счастью, Пиланке удалось преодолеть проблемы со здоровьем и набрать достаточный вес. Он уже сильный пес, и теперь благодарный и выздоровевший. Он стал вторым пилотом и спутником своих спасителей. Они повсюду ходят вместе, с ответной любовью пожирая километры общих путей. А вы что думаете об этой истории пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажать кнопку колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.